Пересчитать диких зверей намного сложнее, ведь они скрываются в лесах Иркутской области. Но одного представителя тайги заметили у Галауснинского тракта. Медведь показался недалеко от поселка Горячий Ключ, поэтому автомобилистов и отдыхающих просят быть бдительнее. Проявлять бдительность нужно инспекторам заповедного Прибайкалья, ведь на территории национального парка нередко встречаются браконьеры. Подробности в следующем материале. Забыл, что в Прибайкальский национальный парк с оружием нельзя. Так оправдался перед инспекторами житель Ольхонского района. Его установили в Тажеранских степях для проверки разрешения на посещение особо охраняемой природной территории. В машине мужчины оказался целый арсенал. Три виндовки, ружье и патроны. Мужчина заявил, что едет на охоту за пределы парка, хотя оружие уже было расчехлено и даже заряжено. В итоге его у мужчины изъяли и передали полицейским. Нарушителю грозит штраф и конфискация оружия. Такие случаи в регионе не редкость. Охотиться и ловить рыбу на охраняемых природных территориях нельзя. Но некоторых это не останавливает. В 2023 году инспекторы изъяли у граждан, которые находились на охраняемых землях, 7 единиц огнестрельного оружия, а также патроны. В одном случае браконьеров поймали с поличным убитым оленем. Любителей порыбачить в таких местах куда больше. За прошлый год 15 фактов, более 220 незаконно выловленных хвостов рыб. В том числе и байкальский омоль страдает от рук человеческих на заповедных территориях и леса. Деревья рубят и сжигают. Все эти действия, незаконные охота, вылов, уничтожение лесов могут нанести серьезный ущерб уникальной природе Байкала. Юлия Шенкарюк, Новости по будням.